Друзья, сегодня мы снова проводим вебинар в полевых условиях. И на этом вебинаре будет очень много интересных новостей, в том числе по стратегии дальнейшего развития. Потому что мы сейчас находимся в Братиславе, Словакии. И, собственно, буквально вчера произошло то событие, которое многие недооценивают на самом деле. Это вручение премии мира неформальным сообществом экономическим. Но присутствовали, я могу сказать, очень серьезные политические деятели. То есть это и послы Российской Федерации, и Китая, и многие предприниматели. И, собственно, без всяких договоренностей, без всяких, так скажем, познакомств и так далее, Анатолию Эдуардовичу несколько месяцев назад прислали письмо, ну, собственно, в департамент адресного проекта, адресных проектов, и было вручено приглашение на вручение премии мира. Так, друзья, напишите, пожалуйста, как звук вообще не прерывается, потому что интернет в гостинице может быть плохой. Все хорошо, да? Супер. Ну, собственно, тогда продолжаем. Действительно, вчера, я могу сказать, произошла разминка, я не побоюсь этого слова, перед вручением, как сказал Анатолий Эдуардович, Нобелевской премии. То есть, многие спутали эти события с Нобелевской премией, и спрашивали, а что это за премия мира, и в какой области, и, собственно, почему премия мира вручается в Братиславе, Словакии. Ну, собственно, я могу сказать, что с 93-го года существует очень интересный поэкономический форум, экономическое объединение, это независимое объединение серьезных людей Европы, и, собственно, с определенного времени они вручают премию мира за вклад в человечество, друзья, то есть, за вклад в развитие человечества. И кто, как никто другой, на самом деле, как наша технология, как лично, Анатолий Эдуардович Юницкий, генеральный конструктор, создатель SkyWay, создатель концепции общепланетного транспортного средства, он, и только он сейчас в логике изменения климата, потому что, друзья, мы вот буквально несколько дней приехали в Вену, и, представьте, декабрь, и идет дождь, и, собственно, 5 лет назад такого не было, потому что был снег, и многие европейцы сейчас заметили то, что климат действительно меняется. И Анатолий Эдуардович представил вчера то видео, новое, грандиозное видео, которое никто из нас с вами еще не видел, то есть, его нет на просторах интернета вообще, и, собственно, это потрясло всю аудиторию, потому что там уже идет заявка не просто на концепт SkyWay, но и концепт SpaceWay, и программу Камир, которая была описана еще многие-многие года, и, собственно, все, кто желает ознакомиться с этим научным трудом, может скачать и почитать публикацию, собственно, вот буквально за завтраком мы спрашивали у Анатолия Эдуардовича, вообще вот вектор развития, каким он будет, будут ли корректировки. Он сказал, что, естественно, все корректируется каждый день, потому что мы живем в эпоху мобильного времени, мобильного пространства, создаем целую отрасль, то есть на сегодняшний день мы создаем не просто технологию, не просто транспорт, а целую отрасль, которую никто никогда не делал, и эта отрасль была заранее оценена в виде интеллектуальной собственности. И когда кулуарные разговоры происходили уже с серьезными крупными предпринимателями, когда еще до нашего приезда, собственно, был закрытый ужин, как это бывает в таких сообществах, в таких некоммерческих, неофициальных объединениях, но присутствовали достаточно серьезные люди, я могу сказать, и, естественно, имена многих из них сейчас мы разглашать не можем, и будет уже проработка со стороны Skyway Capital на привлечение достаточно серьезных крупных инвестиций. Ну и, друзья, давайте вообще разберемся, вообще, что это за событие, и насколько оно значимо для нас, потому что вы видите уже, насколько мощный информационный шум на сегодняшний день формируется вообще вокруг Skyway. Вы видите, насколько смело, насколько серьезно и бесстрашно отвечает Анатолий Эдуардович, то есть я рекомендую... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Юницкого Вот к примеру даже ситуация Обзора инженером Юницким На блогера Зелева Проявляйте свою гражданскую позицию Я не побоюсь этого слова Проявляйте свое бесстрашие В защите наших инвестиций В отстаивании мнения в социальных сетях Против троллей Против тех людей Которые отзываются о нашей технологии Нелецеприятно Потому что в этом интервью, в этом видео были сделаны очень смелые заявления, думаю, что многие это заметили, и это было сделано абсолютно, я не то что скажу бесстрашно и так далее, логично, последовательно, как и всегда это бывает у инженера Юницкого. И это было сделано с конкретным пониманием, четко, с расстановкой для достижения результата. И, собственно, никакая информация, естественно, убрана не будет, потому что за те слова, которые там произнесены в интервью, Анатолий Эдуардович абсолютно может обосновать и ответить, и каждое слово выверено, друзья. Но многие из нас стесняются высказывать свою гражданскую позицию и писать даже в комментариях, то есть давайте проявлять в этом плане максимальную активность, потому что, ну, собственно, недруги и враги, я бы сказал, они на каждом шагу нас подстерегают. И даже перед премией мира, буквально от анонима, вот, кстати, на фотографии слева, видите, Артур совещается с Анатолием Эдуардовичем. Буквально перед премией мира было послано анонимное письмо с недоброжелательством со стороны Анатолия Эдуардовича лично и Skyway. И об этом наши коллеги сообщили, ну, естественно, спросили, кто это, и далее уже поняли, что против Skyway работает целая группа людей, может быть, ряд организаций, которые не хотят, чтобы мы достигли того, что мы сейчас достигаем. А достигаем мы действительно очень многого, и поэтому по праву мы получаем такие награды, почему я говорю, мы в первую очередь, естественно, это Юницкий Анатолий Эдуардович, но во вторую очередь это все мы с вами, потому что это наша общая заслуга. Это заслуга всего развития проекта, и, собственно, вот 12 декабря, 12 декабря включительно 23.59 будет крайний срок приобретения по текущему дисконту. Далее будет переход уже на следующий этап, и это та веха, которую многие ожидали, многие задавали вопрос, когда будет переход на следующий этап. Ну, собственно, вот сейчас, можно сказать, что 12 декабря включительно, это крайний срок, когда вы сможете взять рассрочки по текущему дисконту. И, собственно, будет далее осуществлен переход на 13 этап. Нас ожидают очень интересные маркетинговые нововведения по следующим этапам, которые будут стимулировать работу и активность. И, собственно, это замечательно, потому что эти этапы для нас самые важные, самые такие крупные по привлечению инвестиций. Но я могу сказать, что неизвестно, что от нас ожидает уже после реализации летом 2019 года того грандиозного направления, которое было не просто задумано, уже спроектировано, уже изготавливается непосредственно для создания части мирового научного инновационного центра в Шарже. И мы видим, что поддержка технологии сейчас осуществляется на официальном уровне. Друзья, это долгое время держалось в секрете. Презентация очень серьезным политическим деятелям по рабского направления. Это презентация, соответственно, наследному принцу Дубая Эмира Шарже. Он даже разместил в своем инстаграме, у него многомиллионная аудитория. И, собственно, один пост даже заменяет массовое размещение в различных СМИ. Вы видели, что во многих СМИ было освещение этого серьезного события. Вы видите, многие спрашивали по поводу надписи Дубай. И были на самом деле разговоры, переговоры, нужно ли эти надписи располагать или нет. То есть наши стратегические партнеры были даже против этого. То есть зачем располагать надписи, это технология SkyWay. На что Анатолий Эдуардович сказал, эта технология развивается именно в арабском мире. Поэтому мы должны действовать по их правилам. И, собственно, стратегически, опять же, как и всегда, мысли, вот эти вот все знаки были размещены на наших подвижных составах. Многие спрашивают, а что это за подвижные составы. Если говорить про Unicar, то это чуть видоизмененная модель подвижного состава, которая была изготовлена чисто для этой презентации. И, собственно, перед этой презентацией даже происходили такие интересные случаи, когда Анатолий Эдуардович, опять же, мысля наперед, отказывался от очень серьезных инвестиций, потому что непонятно, будут инвестиции эти или нет. Стратегическое партнерство и подписание контрактов, подписание договоров с нашими текущими стратегическими партнерами, оно уже осуществлено, и оно уже в силе и в действии. И Павел Скойбеда продолжает там работу на месте, так скажем, в поле при взаимодействии с нашими арабскими партнерами. И, собственно, мы увидим, возможно, будут какие-то таймлапсы, возможно, будут фотографии со строительства. Но все будет развиваться именно по правилам этой страны. Именно поэтому мы долгое время не могли увидеть даже видео, потому что ждали подмашки сверху, что да, это можно сделать. Но я могу сказать, то, что сейчас начинается вообще в средствах массовой информации, это разминание пальцев. И настоящий бум, настоящий информационный шум начнется позже. Но если говорить, опять же, про мнение после презентации, вы увидите, что в Инстаграме, опять же, повторюсь, зайдите для интереса на аккаунт, посмотрите, сколько миллионов подписчиков у этого человека. И это принятие, это одобрение, это уважение к технологии Skyway. Именно поэтому и премия мира была в том числе вручена. И Анатолий Эдуардович не просто представлял технологию Skyway, он уже рассказывал о дальнейшей стратегии, о дальнейшем видении, о дальнейшем нашем развитии. Потому что подобной стратегии, долгосрочное развитие у многих компаний просто-напросто нет. И общаясь сейчас с серьезными финансовыми группами, всегда крупные инвесторы задают вопрос компаниям, а какая долгосрочная стратегия развития и какие дальнейшие этапы предполагается, какое новое внедрение технологий. У нас их хоть отбавляет, друзья. И, естественно, все участники, все потенциальные лауреаты премии мира, они остались позади, были очень серьезные деятели, как Шарль Деголь, как руководитель корейский, руководитель тайландский и многие серьезные предприниматели, крупные предприниматели. И Анатолий Эдуардович обогнал всех. Собственно, какое восприятие его к вручению этой награды? Это разминка перед Нобелевской премией, друзья. И мы знаем по принципам, по видению Анатолия Эдуардовича, что мужик сказал, мужик сделал. Все, что декларирует Юницкий в крайние годы, мы видим, что это реализуется. Поэтому и только мы начали развивать Африку, уже пошли 50-тысячные инвестиции, 100-тысячные инвестиции с Нигерии. Казалось бы, с бедной стороны, друзья, это даже не код-дивуар. То есть, это страна с таким не особо мощным экономическим развитием. И там люди видят перспективу сохранения будущего потенциального приумножения их средств. Поэтому и инвестируют в технологию SkyWay на долгосрочной основе, входя в рассрочки и входя в логику развития проекта в плане той системы, которую Юницкий запустил еще в 2014 году в плане развития краудинвестинга. И меня лично просто до эмоций пробрало то новое видео, которое все из вас увидят. То есть, мы с нетерпением ожидаем его в YouTube, в пространствах социал-медиа, потому что тот фильм, который был представлен на одном из экофестов, это было только начало становления. И сейчас Юницкий не боится писать письма, открытые письма президентам стран, и даже Илону Маску и Джеффу Безосу. Потому что сейчас уже параллельно с развитием технологии SkyWay, сейчас уже с параллельно развитием и производства в Минской области, и будущего производства на территории арабских стран, на территории, уже это можно говорить, шаржа, и, собственно, в становлении научного мирового инновационного центра. Друзья, собственно, много вещей сейчас происходит просто одновременно. И ни одна корпорация в мире не делала это настолько быстро. Ни одна корпорация в мире сейчас не замахивается на становление целой отрасли. И, собственно, эта отрасль была оценена. Представьте, что в самом начале оценили бы интернет. В самом начале оценили бы строительство всех дорог по всему миру и предлагали бы инвестировать в это направление. Естественно, ответ многих был бы «да». Ответ многих был бы «да, я не знаю, сколько будет дорог построено, но я вижу в этом перспективу, когда еще бороздят лошади, именно дороги, ухабы и реальные автомобильные магистрали только-только должны были появиться. Это визионерство, в которое люди не просто верят, это дает вкус к их жизни. И вкус к жизни миллионов людей дает технология Skyway. И, собственно, поэтому признание на высшем международном уровне, мы считаем, что премия мира – это вручение премии на европейском уровне, друзья. И это признание технологии Skyway закрытыми экономическими клубами. Ну, а, собственно, вы помните, каким образом родился Бильдербейский клуб, каким образом происходили договоренности насчет многих вещей, которые в экономическом, в геополитическом плане творились в мире. И, собственно, вот в таких приватных сообществах уже вращается лично Анатолий Эдуардович Юницкий и установлены контакты, заведены необходимые знакомства, которые позволят далее сдвинуть именно развитие технологии Skyway и в плане внедрения в консервативную европейскую отрасль. Потому что, да, сегодня мы видим достаточно серьезные инвестиции, которые идут от европейцев. Но что касается внедрения и развития проектов Skyway, вот одним из первых шагов это будет в Сан-Бернандино. Мы искренне на этом надеемся. И, кстати, завтра в Вене мы будем встречаться с инициаторами адресного направления. По Сан-Бернандино обсудим очень многие вещи. Но если говорить то, что мы обсудили с Юницким, естественно, к сожалению, либо к счастью, я не могу даже малой части рассказать. Но то, что я услышал даже о крипто направлении, даже не погружаясь в технологию, вы знаете, что я люблю погрузиться в технологию, что касается блокчейна, меня потрясло. И я начал задумываться, насколько грандиозное визионерство в плане использования блокчейн как инструмента. Инструмента становления новой отрасли, инструмента капитализации. Меня действительно это потрясло. И, знаете, я даже начал задумываться, а вообще есть ли смысл здесь рассматривать при таких будущих грандиозных шагах какую-то конкретную технологию, какой-то алгоритм. Алгоритм родится сам по себе. И, собственно, те блокчейн-платформы, именно разработческие блокчейн-платформы, которые будут лучше на тот день, когда начнет развиваться платформа Skyway, они присоединятся, друзья. Вы видите сейчас дамп и падение биткоина. Вы видите эту ситуацию. Это невозможно не понять, это невозможно не осознать, что он был 20 тысяч, он упал до 7 тысяч, сейчас он 3 с половиной тысячи. И что я могу сказать, друзья? Это мой личный прогноз и мое личное предположение. Давайте проанализируем 2018 год, что было в 2018 году. Был аналог IPO как на стероидах, вы знаете, на таких ускорителях. И мы видели ускоренное развитие многих криптопроектах. Они взлетели, дали кому-то прибыль, кому-то убытки. Это аналог BOOM.com. Он свершился, он прошел. Сейчас, собственно, падение, момент депрессии, так называемой. Будет ли рассвет, не будет ли рассвет именно по биткоину? Никто этого не знает. Это знают только те манипуляторы, которые держат рынок. И что нам сулит 2019 год? Друзья, используйте, пожалуйста, это в переговорах, потому что в 2019 году на рынок будут выходить многие высокотехнологичные IPO. Будет крупнейшее за Alibaba IPO Uber. То есть оно планируется на больше чем 100 миллиардов долларов. Будет крупнейшее IPO компании американской, конкурента Uber Lyft. И что это за компании? Это, их так называют, это транспортные сетевые компании. И, друзья, тот путь, по которому мы развиваемся, это даже не сетевое построение корпорации. Это термин, который ввел когда-то буквально, так скажем, по Фрейду на одном из вебинаров по методам развития краудинвестинга и методам развития будущих адресных проектов. Это совершенно другая уникальная модель, которую мы все с вами, друзья, увидим. И частично это было подписано в анализе валютно-финансовых аспектов программы Экомир. Я рекомендую всем прочитать. Там Анатолий Эдуардович цифровые активы назвал в первый раз так называемые ничейные деньги. Но там дана лишь десятая часть, которая сейчас дорабатывается и дорабатывается в логике становления целой отрасли. И, друзья, что дальше, я просто не могу говорить, но нас как членов правления это просто потрясло. И это наш путь, это дальнейшее развитие, это тот ресурс, на который будет расходоваться именно наша система, которую мы выстроили за 4 года, это то, что мы с вами создали. Это то, что позволяет генеральному конструктору, инженеру Леонарду да Винчи нашего времени получать подобные награды мирового уровня, мирового масштаба. И это то, что позволяет нам делать настоящие чудеса. И что максимально удивило, к примеру, наших арабских партнеров. То, что обычно при приходе в их страны что-то просят, инвестиции, ну, представьте, приходят инновации и так далее. Тот же Гиперлуп пришел и были конкретные договоренности, обсуждения, что да, должны привлекаться инвестиции. И Анатолий Эдуардовича спрашивает, а что вам нужно? Он говорит, мне от вас ничего не нужно, я хочу просто построить инновацию, построить технологии, продемонстрировать вам, далее пойдут проекты. И они так удивились, как так. И вообще, собственно, давайте мы вам дадим определенную сумму денег. Нет, давайте мы сначала продемонстрируем, потом вы будете давать. И таких инвестиций, друзья, я больше, чем уверен, придет очень много. От многого сейчас приходится отказываться для сохранения репутации. И для не просто доказательств, а это дело чести. Дело чести сотрудничества с нашими стратегическими партнерами. И то видение, которое было озвучено вчера, да, друзья, я могу признаться, что полноты видения, именно применение блокчейн, я видел в несколько ограниченном плане, и у меня буквально вчера так перезамкнуло, и я перепрошился. То есть мое видение расширилось. Юницкий показал, что находится за той горой. Не просто за применением технологии блокчейна, для чего она будет применяться, и что нам это все даст для повышения роста качества жизни каждого живущего на планете Земля. Нас ожидает очень интересное событие. И кто-то, допустим, протаптывает сейчас дорожку в неправильном направлении, ошибается. Есть очень много мошенников, и мы, друзья, будем делать с единственной попыткой, с единственной попыткой, что мы рождаем инновацию, и мы подкрепляем ее еще, наверное, всеми инновациями, которые сейчас могут существовать в этом мире. Так вот, вернемся к 2019 году. И вспомним, коллеги, что нам дала Литва. Это действительно подарок судьбы. Потому что 2019 год будет бум IPO. Мы это будем рассматривать, мы за этим будем наблюдать. И вы помните, что если бы Литва нас не отбросила на два года назад, она действительно это сделала, то 2019-2020 год мы бы тоже выходили на капитализацию. И не исключено, что выходили бы на IPO. И, собственно, что может произойти потом? 2019-2020 год прогнозирует мировой серьезный экономический кризис. Все IPO, которые пройдут, они могут взлететь. Акции выросли в цене, а потом, соответственно, бамс, и все рушится в плане мировой экономики. Представьте эту ситуацию, что будет с этими компаниями. Что было во время Великой депрессии в США. И, собственно, с помощью чего США вывезли по своему развитию, с помощью строительства железных дорог. И как Феникс, действительно, как огонь Прометея, а Прометеем в этом случае будет инженер Юницкий, он даст надежду человечеству, даст по экономическим элитам, тем людям, которые потеряют, если не все, то многие свои активы, что вот он выход. И тогда, друзья, будет самое время уже заниматься IPO и именно выведением на подобные торговые площадки, финансовые площадки. Это лично мой прогноз. Я это все проанализировал. И я могу сказать, что это замечательно, то, что Литва отбросила нас на два года назад. Потому что мы могли попасть под эту волну, а, как говорят серферы, лучше прокатиться по волне, которая уже прошла плавно, красиво, что и сделает технология Skyway, друзья. Что и буквально дано было Юницкому и всему пути развития Skyway в плане развития в Литве преодолеть. И это стало иммунитетом на сегодняшний день. Мы под это не попадем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 После года, который будет просто насыщен высокотехнологичными IPO с очень большими компаниями с высокой капитализацией. Что с ними произойдет, выстоят ли они во время шторма экономической бури, никто не знает. Ну а мы, собственно, сейчас сооружаем наш вначале плод, потом такой серьезный ковчег, на который мы все еще готовы принять абсолютно любого живущего человека на земле с огромным удовольствием, с огромной радостью. И даже после того, как финансирование головной компании, возможность хода будет навсегда закрыта, будет открыта возможность создания технологии Spaceway, создания и запуска адресных проектов. Поэтому я могу сказать, друзья, во-первых, все эти 4 года можно назвать только началом развития системы краудинвестинга и построения венчурного бизнеса будущего, который реализуется уже в настоящем. С чем вас, друзья, я могу и поздравить, сегодня ограниченное время, я уж не буду рассказывать про конференцию в Киргизии, то есть я выступал онлайн и присутствовало более 250 участников, то есть зал, как обычно, был абсолютно забит. Я уж не буду говорить, что приезжала делегация и с Японии, и с Бразилии, то есть это никого не может уже удивить, то что фактически каждую неделю кто-то посещает зал струнные технологии, даже во время отсутствия Анатолия Эдуардовича, потому что вся работа выстроена, и зерна всегда отделяются от плевел, те люди, которые не соответствуют тому уровню, который требует Юницкий, и который является стандартом качества зал струнные технологии, покидает эту компанию, и, собственно, остаются только лучшие в плане инженеров, в плане конструкторов, в плане проектировщиков и всей той команды, которая сейчас развивает проект Skyway. Поэтому огромная благодарность и низкий поклон вам, друзья, те, кто бежит этот марафон и развивает проект Skyway, и за дня в день, строй Skyway, спасай планету и дай дорогу мир Транснету. Кстати, друзья, я могу сказать, что обмен токенов и обмен долей на токены и обмен долей с целью обратного выкупа компании в Skyway Capital уже запустился, и вы можете посмотреть новости, я спрашивал, и мы просто даже требовали объяснения от Анатолия Эдуардовича, что говорить непосредственно по токенам. И получили, опять же, визионерский ответ. Тот, кто верит в компанию до появления белой бумаги в компанию именно по блокчейн-отрасли, тот, кто может вслепую нажать на эту кнопку, меняйте, будет это в будущем полезно или нет, мы увидим. Ну а, собственно, тот, кто желает подождать, уже далее покупайте и, собственно, заходите на биржи, это будет уже абсолютно традиционным способом сделано. Но, опять же, могу повториться, друзья, то, что я услышал, проделывается мощнейшая системная работа, в первую очередь, для того, чтобы не просто создать блокчейн-технологию, а создать блокчейн-идеологию. Большего сказать не могу. Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу мир Транснету. По традиции, друзья, поставьте от 1 до 10, как вам информация пришлась по душе, либо она неинтересна, либо что-то нужно улучшить. Я заметил, что сегодня присутствовало не так много народу, возможно, но, собственно, были напутанности ошибки в расписании, с этим мы обязательно разберемся, сделаем выговор, кто эти ошибки сделал, и они не будут повторены в будущем. Собственно, 13 по Москве, 2 раза в месяц стабильно вебинар технико-экономический в любых странах, на любой высоте, на любой глубине. Счастливо, друзья. Пока.